Всем привет! Мы всегда на канале Семен на чемоданах. С вами я, Славян. Сейчас позавтракаем. Немножко хочу расскажу. Сегодня встал очень поздно. И потом хочу поделиться с вами нашими мыслями, что у нас вообще происходит, и куда дальше двигаться, и самое главное, как дальше двигаться. Ставьте лайки, пишите комментарии, советы, рекомендации. И погнали! Я даже не понимаю, что на это повлияло, но, представляете, я сегодня проснулся. Время уже второй час дня, а я только сполз с кровати. Вообще дал возможность, так сказать, себе выспаться. Видите, у нас вот здесь вот растут бананы. Еще такие зеленые-зеленые. Вот одну горсть бананов накрыли специальным мешком, чтобы они быстрее дозрели. К нам пришел хозяин, и вот такие вот, видите, бананы дал. Зеленые. Два из них уже пожелтели, видите, и оторвал их. Я их кое-куда пустил. Я, видите, проснулся и решил приготовить оладьи. Чикс. И самое, что интересно, вот эти вот два желтых как раз банана я добавил в тесто. И оладьи получаются очень вкусные. Я думаю, что если было бы побольше бананов, было бы еще вкуснее. То есть я в блендер добавил тесто и туда же бананы. Все это перемешал, и получается очень-очень вкусно. Такая вкуснота, короче, получается. Сейчас, не знаю, наверное, минут 30 я дожарю все это тесто, и мальчишки будут радоваться. Все, Родик, слюнки текут? Да. Ну ладно, возьми. Возьми один, возьми. Ну как ты там тестируешь, вкусные? Очень. Я вот оладьи-то нажарил. Видите, какая красота. Единственное, что мой завтрак плавно перетекает в обед, учитывая, что я реально встал в обед. Вот, поэтому я пожарил эти, быстро сгонял магазин, купил, значит, мясо. Пока бегал, насенка вот нарезала овощей в суп. Сейчас приготовим, покушаем, и, как говорится, сядем с вами за стол, переговоров буду вам рассказывать. Вот видите, сколько времени? И я только сейчас сажусь завтракать. Мои-то все как бы уже обедают, а у меня только обеденный завтрак. Так, ну что, мы, как говорится, пообедали-позавтракали, точнее, позавтракали-пообедали. Теперь я готов вам рассказать, что у нас происходит, какие у нас планы и поделиться своими мыслями. Первое, с чего хочется начать, это с того, что те, кто за нами давно наблюдают, помните, что мы хотели перезимовать в Турции. Для этого мы приехали в Турцию, подались на ВНЖ, но, к сожалению, ВНЖ нам отказали. Отказали не только нам, отказали многим. Какая-то, а-ля, типа, такая команда поступила сверху, да, что все, срочно всем нахрен отказываем. И мы как бы попали под этот замес, и нам пришлось дальше искать какие-то варианты, так сказать, отступления, чтобы продолжить зимовать в тепле. Мы пришли к такому, что мы оставили машину на таможне. На тот момент информации вообще в интернете никакой не было, и что делать с машиной было абсолютно непонятно. Многие ехали в Грузию с просрочками, а просрочка была автоматически, потому что ты долго ждал ВНЖ, ВНЖ был отказ. Из-за этого лично у нас была просрочка 30 с чем-то дней. И те люди, которые выезжали по сухопутной границе, они влетали на штрафы, и скажу больше, что их грузины даже просто не пускали. Такая была история. Хочется сразу отметить, что таможня, которая в аэропорту, и таможня сухопутная, это две совсем разные таможни. То есть, когда ты прилетаешь на самолете или улетаешь на самолете с просрочкой, то там немножко проще история происходит. Ты можешь улыбнуться, с тебя могут не взять штраф. Ну, по крайней мере, так было раньше. Сейчас, в принципе, штрафы есть, но тебя все равно выпускают, и ты улетаешь. То на сухопутной границе было чуть по-другому. С тебя брали штраф, тебя кошмарили, что с одной стороны, что с другой стороны. У кого были болгарские визы, те ребята поехали в Болгарию, там было чуть проще. Ну, а кого разворачивали, люди попадали в разные истории. Кто-то ехал на высокий перевал, там проходил верхнюю границу, там сложно, холодно, ужасная граница и так далее и тому подобное. Кому вообще не повезло, тех просто грузины не пускали. Они разворачивались в Турцию, их запускали еще на семь дней. Они отправляли машину либо контейнером, либо делали доверенность, и сами улетали на самолете, а кто-то перевозил их машину в ту или иную страну. Короче, ситуаций было много. Мы оставили машину на таможне, как я сказал ранее. Выпуск набрал огромное количество просмотров, к чему я очень рад. Своим выпуском мы помогли огромному количеству людей выйти из ситуации. По нашему примеру, так многие сделали, тоже оставили машину на таможне. Машина там может стоять три месяца, и улетели люди, и мы тоже. Мы улетели на Шри-Ланку. Мы здесь прожили уже почти два с половиной месяца. Мы жили сначала на юге, потом мы путешествовали по острову. Все эти плейлисты и видео можете посмотреть, там такие захватывающие выпуски из выпуска выпуска. Обязательно гляньте. Но сейчас есть тот момент, когда мы уже смотрим билеты, мы планируем дальнейший наш ход, куда мы поедем. И вы знаете, сталкиваемся с тем, что первое, улететь отсюда дороже, чем мы летели. Например, билеты из Анталии в Стамбул, которые мы покупали, нам обошлись в 13 тысяч вместе с багажом. То сейчас минимум 23 тысячи рублей из Стамбула в Анталию стоят билеты тоже вместе с багажом. То есть, ну, в два раза дороже. Та же самая история и из Шри-Ланки, и лететь в Стамбул тоже билеты стоят, к сожалению, дороже. У нас есть несколько путей. Когда мы задавали машину, мы узнавали у таможенника, там есть русскоязычный один таможенник, можем ли мы продлить машину. Он вроде сказал, как можем, но нужно за 2-3 дня приехать и продлить. То есть, по сути, мы можем отправить Насеньку. Почему Насеньку? Потому что машина на Насеньке, и кроме Насеньки это сделать никто не может. Опять-таки, можно сделать генеральную доверенность. Как делать генеральную доверенность на расстоянии и не в Турции, к сожалению, мы не знаем. Если вы знаете, то обязательно напишите. Только, пожалуйста, диванные эксперты, не пишите. Не нужны догадки, нужна точная информация. Мы также рассматривали этот вариант, но он нам не совсем подходит, потому что мы безумно соскучились за нашей машиной и за нашими автопутешествиями. Помимо всего этого, сама по себе Шри-Ланка, она себя тоже уже исчерпала, потому что, ну, мы немножко подустали от постоянного просто океан-океан, сёрфинг-сёрфинг-океан-океан. Путешествие по острову мы дали достаточно большое, достаточно длинное. 1400 километров мы почти проехали. Гляньте выпуски. Открыли для себя очень много мест и очень много всего вообще для себя открыли. Это было очень классное путешествие. Но сейчас нужно что-то для себя открыть новое. И следующий вариант, конечно, мы просто собираемся, покупаем билеты, летим из Коломбо в Стамбул. Почему я не говорю про Анталию? Потому что мы немножко просчитались в днях. В том плане, что, ну, вы знаете вот эту вот систему в Турции 180-90. То есть в течение 180 дней вы можете без каких-либо ВНЖ находиться в Турции 90 дней. 60 безвыездно, потом сделать визоран и ещё заехать на 30 дней. Но никто вообще не понимает и не знает, как считаются вот эти вот 180 дней. В интернете куча всякой информации. И, как мы поняли, по примеру наших друзей Маши и Дима, вы их видели тоже в выпусках, кто с нами давно наблюдает. Например, с Нового года мы вместе отмечали Новый год и моё день рождения вместе отмечали. Смысл заключается в том, что в интернете написано, что 180 дней, это вот ты въехал, например, в Турцию, к примеру, мы въезжали, по-моему, 27 сентября. 180 дней у нас заканчиваются в конце марта. То есть вот, получается, с конца марта у нас должны вроде как бы открыться новые вот эти 90 дней. А один турецкий юрист нам вообще сказал такую тему, что с Нового года календарного даты туристические, они у человека обнуляются, а вот у машины нет. Юрист сказал, представляете, по факту всё не так работает. Я сейчас вам расскажу, как это работает, и даже есть калькулятор, как вы можете просчитать свои дни и сколько у вас откроется. Так вот, смотрите, 180 дней считается не от момента, когда вы, вот, например, как мы в сентябре заезжали, а сейчас, когда мы заедем в Турцию, например, возьмём 20 апреля. Мы заезжаем в Турцию 20 апреля, хотим, точнее, 20 апреля, например. Вот из этой даты назад нужно отсчитать, то есть в сторону 22 года нужно отсчитать 180 дней и посмотреть вот за этот отрезок, сколько дней вы в Турции находились, и тогда вы поймёте, на сколько дней вам можно заехать. Так вот, в нашей ситуации, так как мы улетали из Турции 31 января, у нас вообще не открываются туристических дней, и у нас даже на калькуляторе пишет такая штука, типа, въезд в Турцию вам запрещен. Также вопрос, блин, у нас же машина. Я изучал информацию, что можно вообще даже так сделать, что ты заезжаешь в Турцию, даже если у тебя нету никаких туристических дней, ты просто заезжаешь и говоришь, я хочу в течение 10 дней податься на ВНЖ. У нас, скорее всего, такая история не получится, потому что у нас ещё не прошли дни с того момента, как мы подавались на ВНЖ. Это говорит о том, что мы сейчас повторно не можем податься, и как бы таможенники об этом, скорее всего, тоже знают. То есть, понимаете, насколько запутано? Опять-таки, у нас есть официальная бумага о том, что нам отказали в ВНЖ, и мы не просто так превысили сроки нахождения в Турции. Когда мы улетали, мы тоже ходили специально в этот таможенный кабинет, показывали свои билеты, что мы улетаем, показывали, что у нас есть просрочка, но просрочка не по нашей вине. Нам поставили тогда на билеты какие-то печати, и мы спокойно улетели, с нас не взяли штраф. Люди с какими-то просрочками, уезжая из страны, им даже давали официальный запрет на въезд. Это тоже такая бумага, где у тебя прописана причина запрета и даты запрета. Вот в течение какой времени ты не можешь въехать, и стоит дата, когда ты можешь вновь заехать в Турцию. У нас таких бумаг нет, возможно даже существует какая-то электронная база, где у них это все хранится, я точно не знаю. И из-за всего вот этого, что вот сейчас происходит, что все на нас вот так вот наваливается, сплошные-сплошные вопросы, мы даже подумали о том, что, а что если мы прилетим в Стамбул, Настенку впустят, так как у нее есть официальный документ, что машина ее стоит на таможне, как я уже сказал ранее, машина оформлена на Настенку. Ее запустят, скажут, езжайте, не вопрос, у вас 10 дней, у машины 7 дней, забирайте свою машину и уезжайте. А нас с детьми не запустят. То есть вы понимаете, даже такой вариант мы тоже рассматриваем, что может случиться в Стамбуле, когда мы прилетим абсолютно все что угодно, и дальше зеленые зоны нас могут просто вообще не пропустить. Поэтому мы конечно сейчас ищем для себя различные пути решения, как и что нам правильно поступить, потому что даже когда мы будем забирать машину, нам нужно будет оплачивать стоянку, нам нужно будет делать на машину страховку, покупать сим-карту, сим-карты там сейчас космических денег стоят, подорожали очень сильно, и каким-то путем забирать все-таки машину. Подводя итоги, хочу сказать, что план у нас вообще следующий, что мы сейчас просто купим билеты на всех из Коломба, то есть из Шри-Ланки в Стамбул, дальше мы прилетим и посмотрим уже по обстановке. Как мы говорили ранее, мы конечно очень хотим уделить там 3-4 дня Стамбулу погулять, потому что когда мы улетали, у нас это сделать не получилось. Во-первых, задержали рейс из Анталии, во-вторых, было холодно в Стамбуле и гулять не было вообще никакого кайфа, но немножко по центру погуляли, пока искали пидешку. Ну а далее, если нас всех запустят, то, конечно, мы поедем уже непосредственно в Анталию забирать машину. Если нас всех запустят и, как говорится, все будет хорошо, то там есть тоже несколько путей решений. Например, мы можем отправиться на Кипр. Мы считали по калькулятору, что если мы поедем на Кипр, 2 месяца там попутешествуем, потом вернемся в Турцию, у нас откроются наши туристические дни в Турции, аж целых 80 дней, то есть это прилично. Также мы можем заехать в Грузию, поехать путешествовать по Армении. Мы хотели еще заехать в Азербайджан, но, как я понял, что азербайджанские границы сейчас вообще закрыты почему-то. Мы также думали сделать болгарскую визу и отправиться на Балканы, но, к сожалению, уже, как я понял, не получится, так как болгарские визы сейчас дают только однократные. То есть однократная виза – это ты просто сюда прилетел, то есть в Болгарию, и можешь вылететь. Если, например, ты поедешь в Болгарии, заедешь дальше в Черногорию оттуда, то снова в Болгарию ты уже въехать не сможешь. То есть это не совсем тоже уже интересная история, но лично для нас куча, много геморроев и дорогие, конечно, визы на такую большую семью. Ну и, конечно же, хочется сказать следующее, если у вас есть какой-то опыт, действительно опыт, не просто ваша догадка либо мнение, либо вы что-то прочитали в интернете, а конкретно ваш опыт, если вдруг вы уже пережили что-то подобное, как мы, то, конечно же, поделитесь в комментариях, это будет очень полезно. Ну а как будет происходить история непосредственно конкретно у нас дальше по прилету, то будем делиться с вами уже там по прилету, как вот мы улетали, мы все рассказали, все показали и поделились, да, чем, как говорится, смогли и помогли огромному количеству людей. Также и по прилету уже тоже будем делиться, как по факту будет складываться у нас ситуация. Ну вот очень хотелось поделиться, что действительно у нас получается. И, конечно, получается не самая классная история, которую мы себе нарисовали в голове, что мы приедем, откроются туристические дни, все будет классно уже, мы будем дальше путешествовать. Нет, скорее всего получится полнейшая задница, и мы будем просто бегать там жопа в мыле, чтобы решить какие-либо вопросы. Вот такие дела. Даже легче стало. Взял руку в камеру, поговорил с вами, меня прям аж это как-то отпустило. Ладно, ребятки, все. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте подписаться на наши социальные сети Яндекс.Зен. Она, кстати, там становится все больше и больше уже, у нас даже есть группа в Одноклассниках, там уже скоро 5000 даже будет. Также у нас есть группа во Вконтакте, тоже не забывайте. Там, кстати, для донов выходит эксклюзивный контент, которого нету больше нигде. Если хотите присоединиться, тоже оформляйте платную подписочку. Ну и лайки, комментарии, конечно, не забывайте ставить. Все, я пошел монтировать для вас этот ролик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok